Я рад приветствовать всех вас на моем канале. Старинное зарядное устройство, сделанное из лампочки и одного диода, способное восстановить и реанимировать старые, либо замерзшие автомобильные аккумуляторы, конечно же, имеет ряд недостатков. Несмотря на то, что оно простое и действительно может хорошо работать, оно немножечко опасно, поэтому произношу дисклеймер. Не повторяйте то, что делаю я. Я профессионал, я это делать могу. И сегодня некоторые из недостатков мы постараемся исправить. Достоинств у этого устройства много, то есть мы можем регулировать ток заряда такого аккумулятора с помощью всего лишь подбора лампочек. Чем мощнее лампочка, тем меньше у нее сопротивление, и тем больше ток она будет пропускать. Соответственно, мощности лампочки надо подбирать и вот такой диод. Но чего же не хватало в этом зарядном устройстве, которое было лишено вот этих интересных запчастей? У него не хватало одной такой изюминки, как в Одессе не хватало театра Вариты, а также автоматического отключения при достижении аккумулятором достаточного уровня заряда и повышения напряжения на его клеммах до нужного. Чтобы этого избежать, избежать перезаряда, то есть нам надо сделать какое-нибудь отсекающее устройство, которое будет достаточно простым, надежным и долговечным. И, конечно же, обойдемся без транзисторов и микросхем. Основой этого устройства послужит вот такое простое реле, которое у нас не на 220 вольт, а на... Оно может быть и на 12, и на 28, и на 24. Все зависит от ваших возможностей и вашей фантазии. У меня таких реле масса. Они рассчитаны на разное напряжение. Ни одного из них нет автомобильного. Хотя вот такое вот интересное реле, но оно тоже все-таки не автомобильное. Хотя, может, в грузовиках где-нибудь и ставилось 24 вольта на нем. И вот из такого реле, либо из вот таких реле, которые я достаю, где попало на помойке, а вот эти вот, в частности, вынуты из бесперебойного блока питания, на основе этих реле можно сделать устройство, которое будет отсекать напряжение от клемм аккумулятора, и аккумулятор больше не будет заряжаться по достижению определенного уровня напряжения. Как это сделано? Как это сделано с помощью реле? Какие еще запчасти понадобились? Ну, конечно, понадобилась парочка резисторов, хотя можно всего лишь один резистор. И я использовал конденсатор. Но конденсатор опционально, и я расскажу, что он делает, и даже покажу, что можно сделать, вот не отходя от кассы, с помощью отсечки этого конденсатора с этим великолепнейшим устройством. Так как его схема очень секретная, и сейчас вам я ее покажу, для начала рассмотрите устройство, как оно выглядит на физике и на химии. Давайте, кстати, включим и посмотрим. Вот сейчас устройство будет заряжать аккумулятор. Обратите внимание на лампочку и на светодиод. Аккумулятор подключен. Сейчас он будет брать достаточный ток, чтобы эта система сработала в одном из двух режимов. Этот режим называется зарядка. То есть, когда аккумулятор заряжается, у нас вот эта лампочка светится, показывая, что проходит ток заряда аккумулятора. И система, ну, наверное, не работает. Поэтому давайте сымитируем тот момент, когда аккумулятор зарядился и потребляет очень малый ток. При этом в нем происходит там пиролиз, гидролиз и электролиз. Вот, отключив из розетки, мы снимаем клемму с аккумулятора. То есть, имитируем, что у нас аккумулятор зарядился и малый ток пропускает. То есть, тут можно было поставить маленькое сопротивление, ну, с небольшим током утечки. И посмотрим, что произойдет со схемой. И послушаем. Давайте. Я думаю, слышно. Итак. Щелкает реле. Отсекает вот эти провода от аккумулятора. И светится вот такой небольшой индикаторный светодиод, который нам показывает, что схема находится под напряжением, и трогать ее пальцами категорически не рекомендуется. Ну, в принципе, и все. Если я поставлю аккумуляторную клемму на место, то схема сработает так, что она будет заряжать этот аккумулятор. При достижении определенного уровня заряда, эта схема сработает и отключит аккумулятор. Как это все на бумаге. Потому что в железе-то любой дурак сможет, а вот на бумажке объяснить это вот уже трудно. Итак, классика. Классика – это лампочка и диод. Да, классика и диод пропускает ток от сети 220 вольт прямо на наш аккумулятор. Так как диод у нас поставлен таким образом, то аккумулятор плюсик у нас имеет вот здесь. И заряжается, заряжается прямо вот от этого голого провода, который идет, наверное, или на ноль, или на фазу. Ну, грамотно говорить, конечно, что вот эта лампочка подключается к фазе, а вот эта вот сторона к нулю. Нули у нас всегда отрицательные. Именно из отрицательных нулей мы берем электроны и бесконечную энергию. Вот этот вот ключ. Этот ключ из реле. Вот из этого реле. Из вот такого симпатичного, красивого, хорошего реле. Вот тот самый с очень мощными контактами ключик. Этот ключик у нас не отсекает 220 вольт от основной схемы, но отсекает у нас 200, да и те же 220 вольт от аккумулятора. То есть, когда реле у нас сработает, этот ключик разомкнется, на аккумулятор больше не будет поступать никакое напряжение. Напряжение будет поступать только вот из этой схемы. Почему здесь конденсатор нарисован вот такими штрихами? Потому что он опционален. И пока что мы его рассматривать не будем. Давайте рассмотрим, как схема работает. При включении без нагрузки срабатывает ключ, потому что ток, протекающий через вот этот ограничительный резистор и от этой лампочки, от этого диода, достаточно, чтобы вот эта катушечка намагнитила сердечник, сердечник притянул пластинку и разомкнул вот это вот место. Тут я не стал рисовать уже индикаторный диод. Куда его приделать, вы всегда найдете. И чем индицировать этот момент, тоже найдете. Что же произойдет, если мы подключаем потребителя? Или, допустим, делаем здесь грубое короткое замыкание. Грубое короткое замыкание уменьшает ток в этой цепочке. И этого тока не хватает, чтобы вот этот вот электромагнитик примагничивал вот эту вот пластиночку. И у нас здесь при коротком замыкании получается прямое соединение. И аккумулятор, если это был аккумулятор и сделал коротыш, начинает заряжаться. По-моему, просто. По-моему, банально. По-моему, может сделать каждый. Итак, мы решили эту проблему, что вот как же нам увидеть, когда зарядился аккумулятор, и как нам его отключить от заряжательного устройства. Конденсатор здесь служит для того, чтобы переменный ток с частотой 50 Гц, проходящий через лампочку и через диод, не раскачивал нам здесь сердечник и не выдавал некоторые звуки. И если сейчас у нас схема при зарядке аккумулятора просто гасит вот эту вот большую лампочку, вот эту большую лампочку гасит, и зажигает маленький беленький светодиодик, который может быть зеленым, красным, голубым, какой поставите, даже неонку можно поставить, то если мы уберем вот этот вот шикарный конденсатор, давайте уберем его со всеми мерами предосторожности, вот так вот отсекаем, чего не сделаешь для любимых зрителей, сейчас мы взяли и убрали этот конденсатор, то по достижении нужных значений, а точнее по достижению уровня заряда аккумулятора, мы услышим вот такой шикарный звук и увидим вот такую вот сияющую светодиодную лампочку. Совсем неплохо? Как вы думаете? То есть, когда у нас аккумулятор зарядился, мы будем слышать по нарастающей жужжание вот этого реле, правда ему и от этого не очень хорошо, но на самом деле 50 Гц вот все эти релюхи держат долго, долго и счастливо, скорее у вас умрут лампочки, диоды и конденсаторы, а тем более микросхемы, чем эта релюха перестанет жужжать и дребезжать. И вот та же самая схема, только теперь она дает уже нам не световую, а еще и звуковую сигнализацию, что наш аккумулятор прекрасно зарядился и его пора уже убирать. При этом такая отсечка достаточно безопасна, хотя я бы все-таки не рекомендовал снимать аккумулятор, не отключив из розетки 220 вольт вот такую симпатичную вилочку. Советую делать вам это регулярно, то есть обеспечивать технику безопасности на своем рабочем месте и соблюдать ее. А на этом все, ребята. Пока, до следующих встреч. Надеюсь, такая самоделка была вам полезной, а моя болтовня интересной.